Евро. Объявленная властями Кипра налоговая экспроприация банковских вкладов сделала популярной электронную валюту. Биткоин рассматривают теперь как надежную гавань для капитала. Не слишком ли доверчивый инвестор и разбирался Кирилл Токарев. Я верю в честные деньги. Золото, серебро и биткоин. Магниты на холодильник с этой надписью последний хит eBay. Не меньший хит и сама биткоин. Электронная платежная система, использующая одноименные дензнаки. Особую популярность на валютных рынках она приобрела всего пару недель назад. Спасибо терпящему бедствия Кипру. Еще в конце ноября за одну виртуальную монету сети давали всего 10 долларов. В начале марта 35. Сегодня 140. Столь стремительный рост курса валюты эксперты чаще всего связывают как раз с событиями в главном европейском офшоре. Они якобы наглядно показали, что верить нельзя никому. Ни доллару с евро, ни правительству, которое в любой момент может подстричь депозиты. Спасение сетевые активисты и нашли в биткоин. Биткоин – это виртуальная валюта. Такая же в принципе виртуальная, как современный доллар, фунт и евро. Но при этом ее не регулирует ни один финансовый институт. Биткоин не подчиняется никаким центрам. Я могу отправить деньги кому хочу, куда хочу и когда хочу. И никто меня не остановит. Система биткоин, которую киберфрики встречали аплодисментами как первую в истории криптовалюту, заработала в 2009 году. Ее протоколы первой версии программы клиента создал Сатоси Накамото, после чего передал детище независимым разработчикам. Сегодня биткоин, являющийся по сути пиринговой сетью, действительно абсолютно децентрализована. И миссией виртуальных монет, которая представляет собой процесс генерирования сложного программного кода, может заняться любой владелец компьютера. Правда, занимает она очень много времени. А число биткоинов ограничено 21 миллионом штук. В обращении находится примерно 11 миллионов. Причем купить за них можно практически что угодно. От кокаина на подпольных сайтах, вроде Silkway, до квартиры. Например, в середине марта гражданин Канады выставил на продажу свое бунгало площадью 280 квадратных метров. Стартовая цена – 6750 биткоинов. Универсальность новой валюты, разумеется, сильно напрягает многих чиновников. Они считают, что электронные деньги – не спасение от нестабильности мировых валют, а идеальное платежное средство правонарушителей. Веб-активисты, разумеется, не согласны. Биткоин – это инструмент, как нож. Им вы можете мазать масло на хлеб, а можете убивать людей. Тоже можно сказать и о нашей валюте. Более того, на нее не влияют политические игры или ошибки центробанков. Только спрос и предложение. И это тоже властям не нравится. Иначе как объяснить такое число придирок? Например, в конце прошлого года европейский ЦБ заявил, что система биткоин – финансовая пирамида, действующая по схеме Понци. Правда, после детальной проверки он был вынужден признать, что прямых доказательств незаконности схемы нет. Высказывают сомнения в будущем биткоин и некоторые частные аналитики. Они считают, что он – всего лишь очередной пузырь на финансовом рынке, который рано или поздно лопнет. Но когда еще это будет? А пока американский предприниматель Джефф Бервик всерьез планирует открыть биткоин-банкомат на Кипре. Возможно, шутит он. Это будет единственный работающий банкомат на острове. Кирилл Токарев, РБК.